Наш дом – это что-то такое, что близкое нам и родное. Годом культурного наследия народов России объявил 2022-й президент. А сохранением и развитием традиций в первую очередь занимаются в библиотеках и театрах, музеях и музыкальных школах. 9 тысяч детей-подростков учатся сейчас музыке. В этом году на оснащение школы и закупку новых музыкальных инструментов выделено почти 46 миллионов рублей. А сегодня время говорить о результатах. Если говорить о известных великих музыкантах, конечно же, это и выпускники, которые во Франции работают, и в Америке, и дирижеры в разных музыкальных театрах. Ну, естественно, это известный всем Василий Баста, Василий Вакуленко, который также является нашим выпускником. Маргарита Финько на торжестве в администрации представляет конгрессно-выставочный центр ДГТУ. Почти все его сотрудники – это студенты и выпускники вуза. А площадка универсальна, отвечает техническим запросам организаторов эстрадных концертов, политических собраний, бизнес-форумов. Конгресс-холл Донского государственного технического университета – самая молодая, наверное, площадка, концертная, конгрессно-выставочная Ростова-на-Дону. И нам очень приятно, что сегодня отмечается наш скромный вклад в общее дело развития культуры во всех ее проявлениях и сферах. Поздравляя работников культуры, Алексей Лагвиненко отметил, в городе проходит множество творческих событий. Празднично отмечается День города. Устраиваются международный джазовый фестиваль, фестиваль «Звезды Ростова». Дебютировал фестиваль купечества имени Чехова. Невозможно представить культурную жизнь столицы без наших театров. Их в Ростове четыре. И они не перестают удивлять горожан и гостей Донской столицы интересными постановками и новыми премьерами. Отдельно бы хотел отметить, конечно, и высокий профессионализм нашего муниципального, молодежного театра. Спектакли всегда яркие, зрелищные и успешные. Библиотеки – хранители того, что нарабатывается в литературе веками. На пополнение их фондов выделено 16 миллионов рублей. А городские парки будут обновлять. В этом году начнется реконструкция дружбы, а в Левобережном установят новые объекты. Екатерина Лободина, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Редактор субтитров А.Семкин